В 2022 году запущена программа по созданию инженерной и дорожной инфраструктуры. Ведется системная работа по выстраиванию взаимодействия крупных предприятий с резидентами промышленных парков. Кроме того, для резидентов и управляющих компаний запущены специальные льготные финансовые программы, нацеленные на развитие промышленного потенциала и обеспечение технологического суверенитета. Несмотря на возникающие вызовы, предприниматели республики на добровольной основе участвуют в поддержке наших военных и добровольцев, отправляя гуманитарные грузы в зону СВО. Новый брошенный вызов – это новая возможность. Новые сложности – это точки роста. Новые санкции – это шанс для развития внутри страны. Каждый предприниматель, каждый самозанятый вносит огромный вклад в развитие нашей республики. Поэтому каждый из нас с гордостью может сказать «Я и есть Петерстан!» Действительно вдохновляющие результаты. Я хотел бы отметить, что сегодня у нас на встрече присутствуют представители бизнес-объединений, сами предприниматели, также ведется трансляция и органы местного самоуправления с нами на связи. В этой связи, уважаемый Рустам Нургалеевич, просим вас обратиться к участникам очно и онлайн. Спасибо. 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 Уважаемые предприниматели, сегодня ваш профессиональный праздник. Я искренне поздравляю вас с профессиональным праздником, с наилучшими пожеланиями, успехом, здоровьем. Ну и то, что предприниматель – человек, который всегда ищет, творит. И поэтому заверяю, что руководство республики и правительства всегда будет поддерживать все ваши инициативы и идеи. Предприниматели всегда были и остаются активной и инициативной частью нашего населения. В период глобальных изменений вы проявили хватку и стойки, сохранили рабочие места, тем самым внеся огромный вклад в сохранение социальной стабильности. Они связаны с санкциями, связаны с определенными сложностями. В республике проводится последовательная работа по созданию благоприятных условий для развития подправительской инициативы. Реализуется комплекс федеральных и республиканских мер поддержки, которые включают приготные кредиты, субсидии, микрозаймы и поручительства. Программа грантовой поддержки начинающим предпринимателям бесплатные услуги по разбитию собственного дела. Ну и вот функционирует порядка 100 промпредприятий, две особые зоны, осуществляет деятельность полторы тысячи резидентов, создано свыше 57 тысяч рабочих мест. Ну и самое главное, вот мы красиво все говорим, пока наши промпарки загружены только на 56%. Это очень мало. Мы вложили туда, на инфраструктуру достаточно большие деньги, но есть разные. Есть успешные, есть, к сожалению, здесь и местная власть сначала заявлялась, ну и нужны профессиональные управленцы. Это работа с инвесторами, она непростая, и нам надо их учить, готовить. Другого пути нет. Вот промпарки, я считаю, что это хорошая инициатива, но они должны быть загружены. И это наш огромный резерв в развитии малого и среднего предпринимательства. Также ведется система работы по снижению административного давления на бизнес. Значительный эффект дала протлиния моратория на плановые проверки. После 2020 года количество внеплановых проверок сократилось в 7 раз. Ну и республика показывает хорошие результаты по снижению административной нагрузки. Мы выглядели не совсем положительно, но вот в последнее время мы сейчас уже находимся в первой десятке, на четвертой позиции. Татарстан первым среди российских регионов приел в свою программу развития отрасли электронной торговли. Это вот новое направление. В его рамках ведется системная работа по обучению предпринимателя, который дает положительные результаты. Вот в итоге прошлого года число татарстанских предпринимателей, которые торгующиеся в маркетплейсе, удвоилось и достигло 45 тысяч. Вот уже в текущем году эта цифра 49 тысяч. Они реализовали по прошлому году свои продукции на сумму более 50 миллиардов рублей. Условия нарушения традиционных логистических производств цепочек республика активно вовлечены в решение и этой задачи. Обеспечение татарстанских предприятий серьезными комплектующими, а также доставки готовой продукции партнера. Более крупные предприятия более серьезно пострадали, но я уверен, что и малый бизнес, оборудование, комплектующие, рынки сбыта, все это поменялось. И надо быстро, оперативно перестраивать все эти схемы. Вот, уважаемые друзья, предприниматели Татарстана всегда славились в готовности оказать помощь обездоленным, но удающимся. Традиции татарстанских купцов, промышленников сегодня продолжает тысяча предпринимателей республики. Я, это вот особо проявилось с начала специальной военной операции, хочу выразить искреннюю благодарность за то, что вы делаете большое, очень важное дело, и не только материально там, а вот и моральная поддержка, она нужна для тех бойцов, которые находятся на передовой. Сегодня мир состоит на пороге глобальных изменений, ярких технологических преобразований. На этот вызов мы можем ответить только совместными усилиями, ну и, конечно же, желаю дальнейших успехов, праздникам. Штарис Унглсен и Сянцоглаз, успехов еще раз, мои поздравления. Спасибо. Спасибо. Вы говорили о том, что предприниматели проявляют хваткость и стойкость, и сегодня мы как раз таки и будем слушать несколько ярких историй успеха наших предпринимателей, которые активно развиваются, в том числе благодаря поддержке в рамках... Мы только успех написали, не успешных... Если мы будем говорить только о успехе и не будем говорить о наших провалах, это неправильно. Но самое главное, предприниматель, если даже у него проект не получился, он должен как-то встать заново и двигаться дальше. Вот вся ценность предпринимательства, это очень... Человек берет на себя большую ответственность, закладывает там свое имущество, берет кредит, вступает в отношения с государством, поэтому это непросто. Ну, я смотрел там, вы больше к празднику сделали такие эти, более позитивные. Мы должны встречаться и говорить также и о проблемах, и о проблемах, и там, где предприниматели не видят, не слышат, хотя мы очень внимательно работаем с территориями, с главами районов и городов, и ежегодно каждый из них делает отчет официальный. И очень большой блок, блок работы с предпринимательством, с оценкой от Министерства экономики, от обусмента нашего. Мы это как бы ввели, но все время только позитив, вот слышать, оно тоже неправильно. У нас очень-очень много нерешенных вопросов, очень много проблем, и если мы не будем их видеть, значит, у нас движение вперед замедлится. Поэтому я, конечно, сегодня не намерен там перестраивать. Вот с утра я посмотрел там некие материалы. Поэтому давай вот что наметили, сейчас ломать не буду, но я думаю, дадим возможность нашим коллегам высказаться. Может, какие-то наболевшие вопросы коллеги, которые здесь, на связи, они могут сегодня... То есть, если вас даже не записали или вам не сказали, у вас есть полное право поднять руку и сказать, вот у нас есть вот такая задача. Наверное, мы все сразу, может, не решим, но мы должны знать, что вас беспокоит, куда нам двигаться. Поэтому, пожалуйста, давай. Спасибо большое.